Добрый час! С вами, как всегда, Маргарита. Посмотрим, как эта запись будет, потому что последняя запись у нас с вами была, и звук оказался не очень хорошим. Посмотрим, какой получится. У меня на этой неделе, на прошлой неделе, было такое-такое-такое со здоровьем ребенка, но сейчас уже нормализуется. Я вот эту посылку, представляете, тяжелую посылку, большая, я ее держала с недели дома. И сейчас, пока есть возможность, мы с вами откроем ее и посмотрим, что в ней находится. Она недорогая по своему составу. По-моему, где, наверное, долларов 30 или 40 я заплатила. Еще разочек проверю, когда буду открывать. Здесь 2,5 паунда, где-то около 1,5 килограмма, либо чуть больше килограмма украшения из Гудвилла, где я купила. И поэтому мы сейчас эту посылку открываем, походу посмотрим. Если будет долго, много всего интересного, значит, разобьем на 2 видео, а так я хочу попробовать быстренько прогнать все в одно. Но, опять-таки, не знаю, что будет. Естественно, я выбирала этот лот. Это не на 100% сюрприз, но посмотрим, что получится. Итак, открываем посылку. Итак, поехали. Надеюсь, будет нормально слышно. Если нет, попробуем уже в программе сделать. Итак, давайте смотреть. Я посмотрела еще разочек. За все про все я заплатила 56 долларов. Шиппинг был бесплатным. 1 цент. Хендлинг тоже 0 и где-то общая цена 51 и с налогом. То есть 56 долларов. Давайте посмотрим. Смотрите, как здорово запаковали. Давайте посмотрим, что же здесь за 56 долларов мы с вами поимеем. Вот такой, смотрите. Вот такая упаковочка хорошенькая. И поехали с вами открывать. Тут же главное еще и ребенка не разбудить. Так, открываем. Вообще очень excited. Я не помню, чтобы я видела там бренды. Сейчас смотрю я на лестнице. Мне кажется, что было там одно общее слово. Различные, да? То есть это будет полный такой сюрприз. И посмотрим. Давайте попробуем сделать это бруду. А бруду в том плане, что не аккуратно, а прям чтобы быстро открыть. Так вот, смотрите. Оттаскиваем. Надо еще разрезать. Давно я таких не покупала больших. Но это, наверное, первый такой большой. И не скажу, что он супер-супер дорогой. Но будем смотреть. Итак, мы его открыли. И поехали сразу же. Будем вытаскивать и смотреть. Вот такая красота. И я вам как бы сюда его отодвину, чтобы мне удобно было понимать. Поехали сразу к делу, к телу. Вот это вот они на данный момент фотолокет, двухсторонний. Но то, что интересно, смотрите. Вот здесь как бы подгжель сделано. И подгжель это я говорю, поскольку нам большинство из вас знакомы. Вот эта тематика гжели и вперед. Здесь у нас вот такой вот глубокий кулончик. Опять-таки буду стараться смотреть на подпись. Если есть, замечательно. Нету, значит, дальше. Вот так вот будем. Поехали дальше смотреть. Интересно, интересно. Вот такая вот брошка. Очень, наверное, грязная. Очень, наверное, грязная. Где у меня тут? Мое увеличительное стекло убежало от меня на данный момент. Ну, вот такая вот. Пока не могу понять, что это. Но точно, однозначно нужна ему чистка. Началь. Началь. Давайте проверим здесь. Быстренько пооткрываем. Почему я сейчас открываю? Потому что уже надо фотографировать, выставлять. Я немножко сбилась из графика. Так я обычно по 5 выставляю, да? Минимум. Ну, вот интересная такая штучка. А это я сбилась. Сбилась с графиком. Так дальше. Вот это у нас с вами что? Это у нас немножечко почистить надо. Лилии или как она называется? Каала. Такой вот цветочек. Я акцент сделаю на интересных, на очень интересных. А если такие вот простенькие? Ну, вот рождественская брошка есть. Да, рождественская брошка есть. Закрывается. Я, как таковой, не всегда, даже, наверное, случайно, если ко мне попадают рождественские украшения, я их, как бы, ну, ладно, пришли в локтей. А так специально я не покупаю, потому что век брошек рождественских очень короток. Смотрите, какая птичка интересная. Сигл. Чайка. Она эмаль старенькая. Старенькая, старенькая, старенькая. Ну, вот такой вот сигл. Чайка. Видно вам? Крошечные, но интересные чайки. Дальше я видела два вот таких крабика. Говорю, такие вот маленькие брошки, а если они еще появляются по, ну, два вместе, две брошки вместе, их называют scatter pins. Если я буду делать, монтировать видео, я попробую сделать. Ну, вот эти вот такие. Они, знаете, куда обычно вешают? Они обычно вешают на, как они называются, на уголочке рубашки. Да, вот такие два одинаковых крабика. Один направо, один налево идет. Я почему-то думала, когда смотрела, что это будет какая-нибудь, ну, не металл, это как бы эмаль, да? Не металл. Я надеялась, что это все-таки бакелит будет. Но нет, это просто вот металлический scatter pins. Они парами ходят. Вот такие вот. Но опять-таки все от вас зависит, как вы захотите продать. А по одному, либо по два. Пока никакой, ничего не подписано. Вот эта вот брошечка. Ну, даже, как я говорю, даже, если мы сейчас будем все это считать по пять, все по пять, мы останемся в выигрыше. Тоже, наверное, это 60-е годы, когда вот такое вот крепление. Да, вот здесь вот он. Здесь тоже, вот видите, 60-е годы. Это уже позже, 80-е, 90-е, если не еще раньше. А вот это 60-е годы. Такая вот штучка тоже. Купание ей нужно. Купание ей рекомендуется. Смотрите, какая большая брошка. Ой. А смотрите, две чайки. Смотрите, это тоже, скорее всего, скаюр и пинс будет. Вот такие вот штучки. Представляете? Представляете, какая красота? Две чайки. Так, это у нас кто? Это у нас БСК или кто? Нет, это Сара Кавентри. Сара Кавентри. Большая брошка. Очень даже большая брошка. Давайте я проверю ее. Все. Опять-таки, пока мы с вами разговариваем, смотрим. Это будет считаться модернист. Модернист. Такие вот большие брошки прям. На пальто такое поставить, повесить ее. Ну вот, одна брошка, 25 долларов. Забирайте, отгружайте, как я говорю. Так, давайте дальше смотреть. О, это клипсы. Будем искать вторую. Что сейчас еще? Я редко... Я вообще-то не большой любитель вот таких вот клипсов. Но это что у нас? Это Germany. Немецкая штучка. Оно идет либо для шарфов. Некоторые еще, если есть парные, значит, ее еще можно сделать как шу-клип. Клип на туфельку. Золушка-туфелька. Ну, вот это стекло. Но стекло сделано, скорее всего, под лунный камень. Он так вот отсвечивает стенками. Такое молочное стекло. Видите? Молочное стекло. Продолжаем. Молочное стекло. И вот это у нас с вами что? Такое вот большое овальное. Овальное такое чудо. Дальше вытаскиваем. Что у нас? Вот такая вот штука была. Смотрите. Удивлена, что не подписана. Смотрите. Какая интересная конструкция. Да, у нас с вами отсутствует здесь вот камушек. Здесь синенькие кристаллики отсутствуют. Либо я это оставлю себе на доделку-переделку. Почему? Потому что найти вот это вот стекло. Почему я когда схватила вот это вот украшение? Потому что очень сильно похоже на Кристиан Диор. У него точно такой же балл. И даже в магазине, по-моему, есть в серебре сделано. Вот он как похоже, как искусственный лапез с вкраплениями. Но это стекло. Это искусственный бирюза. Вот видите, найти вот эти вот две одинаковые будет очень сложно. Мне интересно дополнительно просмотреть, были ли вот эти вот камушки на изделие изначально. Или они по ходу отвалились. Ну, а по ходу отвалились, значит, есть. Я вижу на картинке три. Здесь две. Возможно, где-то там в сумочке будет. В сумочке в пакетике три камушка. Четвертого я не вижу. Ну, вот так вот. Либо оставим на переделку. А так очень красиво. Я надеялась, что вот это вот будет подписано. Но подписи нет. Видите, какая конструкция интересная? Тут и серебро, и золото, и камни, и кристаллы. Ну, вот такая вот штучка. Вот такие камушки, чтобы найти. И это будет очень тяжело. Здесь у нас повыпадали. Ну, посмотрим. Дальше. Дальше брошку. Еще одну вытащили. Вот такая вот брошка у нас. Подпись у нас не подписана. Не подписана. Но, опять-таки, все равно я по замочку смотрю. Видите? Где-нибудь 90-е годы. Когда вот двойная. Которая по новей, она идет. Вот, смотрите. По новей брошки. Они идут вот с ушками, с зайками. А вот так вот она без зайчик. Видно вам? Так вот. Вот такая перлышки, жемчужинки все на месте, в хорошем состоянии. Складываем сюда. Дальше. Ну, давайте вот это посмотрим. Вот это, смотрите, как интересно. Это, скорее всего, вот этот вот Noa Ark. Да, животные здесь находят. Но мне хочется ее у Canada. 1995. Canada. Two inch. Ну, подписаны. Такой вот пин. Тяжелый он. Тяжелый, красивый. Вот такой. Видите? Там лев, животные. Noa Ark. Слон и так далее. Люди часто покупают вот браслетики, а здесь вот и подпись есть. Буду больше смотреть на подпись, но уже не на видео. Так, дальше вытаскиваем. Что у нас там такое еще есть? Так, сережка. Так, это что-то такое. Handmade. Дерево. Глей. Цепочка. Здесь кому-то что-то. Это очень бичная тематика. Кораллы, ракушки и так далее. Артизан, да? Артизан. Цепочка вообще очень легкая. Ну, не знаю как. Не знаю как. Дальше. О, смотрите, какая красота. Сейчас мы посмотрим, красота она или не красота. Так. Значит, это брошка. Брошка. И с подвеской. Так, сейчас я посмотрю, рабочая она или не рабочая. Она тяжелая, но не рабочая. Либо она сто лет не открывалась. Ну, вот я ее сейчас открыла. Закрыла. Не, не открываю. Буду отдельно смотреть. Ну, смотрите. Посмотрите, какое чудо. Камушки один отсутствует. Вот это как бы инлейн. Гравировка идет. Что-то такое интересное. Кисточка не дергается, не двигается. Сколько же ей лет? Что она вообще, видите? Колон стоит. Очень интересное. Здесь, наверное, это вот черное стекло, которое идет. Ну, я не знаю. Я ни разу такого не видела. Скорее всего, буду задавать вопросы в общих группах. Чтобы аж цепочка даже не двигалась. Вот так вот. Вот я на нее тоже смотрела. Думаю, что же это такое? Что же это такое? Так, смотрим. Дальше. Следующая. Большая брошка. Большая брошка. Тут их две. Давайте. Такое солнце. Жемчужное солнце. Как цветочек, смотрите. С обратной стороны, как солнце. Вот не знаю, маркировка здесь есть или нет. Не совсем на 100% подготовилась. У меня вот лука прямо вот была на столе. Только что смотрела и пропала. Вот такая вот крупная. Отдомает. Это у нас с вами работает хорошо. Мне кажется, что здесь должна быть какая-то подпись стоять. Не знаю. Дайте-ка я посмотрю. Мне кажется, у меня тут вторая должна быть. Так, лупу мы с вами нашли. Сейчас я быстренько посмотрю на нее. Либо мне кажется, либо не кажется. Нет, это не подпись. Это вот просто центровая штучка. Это, скорее всего, каст был. Такое новое слово. Каст. То есть, слиточек. Видите, когда одним целиковым идет. Но все равно симпатичным. Так, дальше едем. Так, едем дальше. Что у нас? Вот такая брошка. Пока, видите, пока ничего подписанного нет. О, а это вообще на большие запчасти. Посмотрите, сколько камушков нет. Тут вообще кто-то хорошо повыковыривал. Тут хорошо повыковыривали. Тут либо Маргарита может сама вставить камушки новые. Либо что-то еще. Вот прям очень сильно хочется мне вот это попробовать протестить на этот. На золотой металл. Уже очень как-то он... Знаете, иногда есть такой вот момент. Ну, доверяй себе и попробуй протестируй его. Не знаю, посмотрим. Иногда тоже такое бывает. Мы всегда верим в лучшее. Дальше. Обычная брошка. Как кружок. Кружок. Неподписанное. Так. Я вот даже сейчас смотрю и я пытаюсь вспомнить, почему же я этот лот купила. Наверное, просто я в каком-то ненормальном состоянии была. Либо нормальном состоянии. Но хотелось просто приобрести вот такая штучка. Смотрите, интересная. А здесь вот это даже похоже, как на Оникс. Так, поехали дальше. Следующая у нас вот такая вот брошка. У нас опять-таки телефон заполнился. Быстро нужно было перекинуть. Вот такая вот брошка. Как мне кажется, очень сильно похожа на Оникса с жемчужинками. Не подписанная. Вот такая. И вот стиль прям так похож на Мириам Хаскелл. Хотя она в большинстве своем подписывала. Но вот такой вот момент. У меня даже где-то сережечки были. Я попробую посмотреть. Может быть, где-то аналог есть. Мириам Хаскелл. Но, как говорится, мечтать не вредно. Дальше поехали. Я немножечко уже вперед пробежала, пока перебрасывала изделие. Но поедем смотреть дальше. Значит, вот такие. Я только-только что продала. Не только что, но, может быть, недели полторы назад продала браслет. Браслет – это виноградные листья. Видите? И это покрупнее. И это клипсы. Они саракавентри. Клипсочки. Вот такие крупные. Белые эмали. И в серебре сделано. Здесь немножечко, я смотрю, так красных разводов. Не знаю, это было специально так сделано. Или вот так вот они идут. Они немножечко отличаются. Красные и белые. То есть вот такие вот клипсочки. Дальше поехали. Вот такая вот большая брошька. Не подписаны. Ничего здесь такого нет. Но качество, в принципе, неплохое. Это как feather. Как перо. Брошь перо. Дальше я постараюсь сейчас побыстрее пройти. Следующая клубничка. Посмотрите. С кристалликами не подписаны. Все это скорее 60-80. Вот такая вот клубничка. Достаточно таки тяжелая. Достаточно таки тяжелая. Кристаллики вклеены. Кристаллики вклеены. Мне кажется, здесь вот ямочки нету для подсадки. Это вот такое вот. Через Ка сделано. Вот такая вот клубничка. Следующие сережки. Вот смотрите, какие. Легкие клипсы. Легкие клипсы. И маркировка стоит Celebrity. Celebrity. Вот такой вот бренд. Тоже, скорее всего, 90-20-е годы. Они, по-моему, даже сейчас есть. Но могу ошибаться. Это вот такой вот искусственный жемчуг. Но вот они крупненькие. Крупненькие. И очень легкие. Очень легкие сережки. Дальше. Следующие сережки хорошие. Хорошие. Но они без замочка. Но с этой неприятностью, думаю, я справлюсь. Это Трифари. Да, у нас получается только вот эти. Пошли. Буду откладывать в стороночку. Трифари. Трифари ТМ. Когда мы видим Трифари ТМ, это более позднее. То есть ближе к нам, да, я говорю. То есть это, скорее всего, 90-е. Возможно, даже 2000-е годы. Но поскольку у нас 2021, мы с вами идем и Трифари ТМ с буковками ТМ, они были популярны для, знаете, магазин на диване. Когда я изучала, вот Трифари ТМ их продавали через телевизоры и так далее. Вот. Через телевизор. Через... Под телевизором. Магазин на диване. Так вот, скажем. Трифари ТМ подписаны. Дальше идем. Следующий. Ну, немножечко огорчилась. Вот такая вот подвеска. И смотрите, что у нас. И у нас отсутствует. Вот такой большой кристалл. Но мне кажется, такой большой кристалл я смогу найти. Если, как говорится, если овчинка выделки стоит, да. То есть если цена на это украшение нормальная, ну, где-то на картинке тоже отсутствует. На картинке отсутствует. Поэтому вот так вот. Это 40 метре. И она... Сара Кавентри у нас, помните, да, она может подписана быть Сара Коула. Просто Сара. Это Сара Кавентри. Крупная, мощная. Но не хватает камушка. Так что это на переделку. И мне кажется, цепочка еще какая. Оно и цепочку не туда зацепили. Сейчас я посмотрю. That's fine. Ну, that's fine. Цепочка хорошенькая. Вот так вот. Подписана. Дальше поехали. Вот такая брошка. Не знаю, что про нее можно сказать. Цветочек. Она вот как бы вот такая-такая крупная. Даже не знаю, что это может быть такое. Назовем его артизм. Художественная брошка. Дальше поехали. Дальше поехали. Мы возьмем вот такой вот браслет. Опять-таки, это Сара Кавентри, я смотрю. Сара Кавентри. Вот такой вот крупный, необычный браслет. Модернист. Тоже модернист. О, смотрите, какая красота. Три линка больших. Наверняка у вас думается, отобью ли я свои 56 долларов. Заработаю я на своих. На этом лоте или не заработаю, конечно же, Маргарита заработает. Если бы Маргарита видела, что она не сможет заработать, но, скорее всего, она бы не приобретала. Дальше. Хотя иногда могу купить, знаете, так вот. Мешка, кота в мешке купить и вперед. Дальше вот такие вот, смотрите, винтажные треугольнички. Something green. Кошачий глаз. Файбер оптик его еще называют. Давайте сейчас я попробую сфокусироваться. Файбер оптик его могут называть. Смотрите, насколько они старенькие. Старенькие, старенькие, старенькие. Все по 10 услышала. Нет, не все по 10, все по 15, чтобы скидку можно было сделать. Ну, не знаю, хочу, наверное, я еще попробовать вот это протестировать. Знаете, на что? На серебро. Вот почему-то мне хочется посмотреть. И такое тоже бывает. То есть вот такие вот, ну, очень такие интересненькие треугольнички. Дальше поехали. Мы с вами практически заканчиваем. О! Браслеты из кого идут? Из вилок, ложек и так далее. Было такое время модно. Но это как-то даже профессионально сделано. Посмотрите, накрепление посажено. Давайте посмотрим, только подпись там стоит по поводу ложек или по поводу браслета. Это уан ЛТД, уан Ида, ЛТД. Не знаю. Мельхиор не мельхиор, наш не наш, но вот такой вот браслетик. Это вот одно дело. А здесь вот оно такое вот. А здесь загнули лужку. И кулончик такой вот. Не знаю, что я с этим буду делать, но посмотрим. Наверное, как это? Наверное, я проверю серебро или не серебро. Скорее всего, как мы называем это? Мельхиор. Следующие сережки, смотрите. Мы уже практически заканчиваем. А следующие сережки вот такие вот обычные, легкие. Опять-таки, мы всегда ждем чего-то самого интересного, хорошего. Пока ничего такого прям вот это да. Вот это скоро. Я не обратила, не увидела. Но все равно интересно, что есть. А так, ну-ка, давайте-ка прочитаем. Кто у нас здесь с вами стоит? А, Льюис Сигал, Калифорния. Интересно, интересно. Даже не ожидала. Льюис Сигал, Калифорния. Вот такие длинные сережки. Сейчас я попробую посмотреть. Но они тоже, наверное, будут 20-25 долларов. Давайте сейчас я посмотрю. Я быстренько посмотрела сцену вот на такие сережечки. И они где-то что в районе, там, ну, 19-20 долларов. Ну, помним, я заплатила 51. Ну, отобью я, конечно, свои. Отобью я свои. Давайте такой вот браслет посмотрим. Я сейчас один такого плана продала, но он был не настолько хорошо сделан, как этот. Мультипроу. Мультипроу. Смотрю, как таковых. Подписи не вижу. Кристаллики, скорее всего, не скорее всего, а кристаллики вклеены. Что у нас с вами, на что мы обращаем внимание? На жемчужины между собой перевязаны уже неплохо. Хотя в те времена даже качественно, да, не обязательно нужно иметь настоящий жемчуг. Хороший, качественный жемчуг, чтобы на время сохранить его перевязывали. Вот такой вот. Довольно-таки гораздо лучше, чем у меня был там браслет. Ну, вот такой вот. С кристаллами крупный. Вот этот я ожидала, что он будет гораздо хуже. Ну, не в том плане, что хуже, а по качеству проще. А он оказался на удивление хорошим. Так что даже вот этот вот браслет я могу выставить в легко за 35 долларов. 35-20. Вот мы все оплатили, да. Посылочка отбилась. И вперед. Так, дальше смотрим, что Маргарита еще купила. Маргарита приобрела... Не знаю, что это такое. Давайте вместе с вами разбираться. Что это такое? А, вот такой вот маленький чокер. Сейчас посмотрим. Он не подписан, но как-то интересно сделан. Посмотрите, это вот такая вот центральная часть. А это будет что? Вот такой маленький аккуратный чокер. Тоже, опять-таки, маленький жемчуг искусственный. Подпись. Сейчас мы с вами посмотрим. Подписи нигде никакой нету. Ни на замочках, ни на чем. Adjustable. Но, несмотря на то, что бусинки сидбид тонкие, маленькие. Но качество, я вам скажу, неплохое у металла здесь. Не буду сейчас долго раскручивать. Вот такое. Но оно очень маленькое. Это прям как детское. Flower Girl или что-то еще. Либо прям короткое. Ну, кстати-ка я сейчас посмотрю. Хоть 15-инч это будет. А то, может быть, даже 15-инч это не будет. 17-инч это будет. 14-инч это будет. А так, сколько у нас с вами до серединки? 7-инч это будет. 12-инч это будет. Ну, вот прям как раз вот прям вот в притычок чокер. Вот прям в притычок такой чокер. Либо какой-нибудь аппетит на какую-нибудь очень стройную девушку. С очень такой узкой тонкой шейкой. Почему ты не зацепляешься? Непонятно мне. Непонятно мне, почему ты не зацепляешься. По идее, должна зацепиться. Это недоработка. Смотрите, что я проверяю. Должно зацепиться. Либо оно просто идет до последней, потому что последняя большая. Но тогда центра не будет. Надо будет поиграть с манекеном. И посмотреть, что с этим можно вообще сделать. Ну, вот такая штучка. Дальше, следующее. Давайте посмотрим сразу, кого. Ну, вот такая неподписанная красота. С кристаллы, которые... Ну, это, скорее всего, идет у меня в крафт-набор. Сейчас соберу и комплектую крафт-наборы, которые... Вот мне самой ковыряться, находить камушки нет. А кто-то возьмет и приобретет. Да, нам крафт-наборы для своих нужд, переработок и так далее. Здесь слишком много камушков отсутствует. Они не подписаны. Ну, конечно же, если я проверю, если это бриллианты, то это будет другой вопрос. Ну, вероятность того, что здесь бриллианты, ну, знаете, очень-очень-очень мало. Очень мало. Хотя я когда тут недавно купила, как бы уже продала Пьер Карден, его тай-бар для галстука. Там, как ни странно, оказалось это даймонд. Так, давайте дальше посмотрим такие три браслета. Может быть, даже в комплекте поставлю. Клайзане. Ну, многие уже знают из вас. Клайзане такой вот браслет. Японская техника. Блам-блам-блам. Два в зеленом цвете. Это не знаю. Это просто так вот лежит. И тут с цветочками. Зеленый, желтенький. Они как бы вместе хорошо смотрятся. Вот так вот для любителей металлического клайзане винтажного. Так. Упс. Потянула проводочек. Так, дальше смотрим. Вот такой вот интересный кулончик у нас с вами. С искусственной, конечно же, это искусственная бирюза. Очень легкий. Нигде ничего не подписано. Тестировать на качество металла не буду. Но вот что-то такое тут есть. Видите, флёр-де-лисы. Что-то французская тематика. Возможно, повешу на кого? Возможно, повешу на цепочку, чтобы проще было. Возможно, не повешу. Так, дальше давайте смотрим. Давайте я сейчас быстренько проверю, на что. На наличие миллионных моментов. Опять-таки, поскольку камушки маленькие, я маленькое взяла. Так, давайте попробуем один поставить. Видите, не ползёт никуда. Значит, естественно, стекло. Но положительное. Проверили. Стекло. Большое поставим. Не идёт. Если бы это был кто? Если бы это у нас с вами был алмаз. Сейчас я в металл уточну. Вот такой вот. Вот такие вот инструменты. Хорошо всегда перед собой держать. Быстренько, быстренько проверить. Если сомневаетесь, потом уже дальше нести и показывать. Так, дальше интересная такая вот брошечка одна небольшая. Не знаю, из чего она сделана. Пластика, не пластика. Просто она вклеена, не вклеена. Вклеена, да? То есть, вот такой вот. Возможно, здесь был кулончик, но его уже нет. Дальше поехали. Вот серёжки тоже интересные. Не подписаны. Но вы смотрите, какие. Качество прям чувствуется, да? Качество чувствуется. Маркировки я никакой не вижу. Ривит. Которые соединения. Ярусные цветочки. Ярусные цветочки. Никаких опознавательных знаков я не вижу. Последний заход. Вот такое вот чудо. Не знаю, из чего сделано. Либо люцид, либо что-то ещё. Но вот такой вот планоброшка. Дальше что? Дальше вот такое вот чудо неподписанное. Как видите, в этом лоте очень мало подписанных изделий. Ну, вот такой рид листочек с жемчужинками искусственными. Дальше. Вот такие вот клипсы наутика. Но она, видите, здесь одна клипса. Мне даже будет, наверное, некомфортно продавать такую. Может быть, она опять-таки пойдёт в крафтер злот. Либо что-то ещё. Либо что-то ещё. Вот такие вот эмаль. Синяя, голубая. А может быть, пройдёт. Ещё раз, пару раз её подкрываю. Я посмотрю, как она будет работать. Такие вот серёжечки. Дальше я вам начала говорить по Гавайям. 1959 год. Вот такие вот сэвероклипсы. А, как? Зажимы для кардеганов. Зажим, опять-таки, для боротничков. Чтобы такое вот что-то такое интересное было. Но это если у вас есть мечта попасть на Гавайи, пожалуйста, можете приобрести. И ваша мечта избудется. Да? Избудется. И осталось у нас с вами... А вот как раз, смотрите. Я вам говорила, что было три кусочка. Три камушка. А в звезде только два. То есть вот он. Один у нас есть ещё. Можно вклеить. Но поскольку не хватает ещё одного. А такое очень сложно будет найти. Камушек и все остальные. Ну, то есть вот это, скорее всего, брошка, на которую я возлагала большие надежды. Скорее всего, она пойдёт в крафтер с лот. На переделку. Так. И осталось у нас буквально с вами, что два-три украшения. Первое. Это искусственные... Искусственные кто? Искусственный жемчуг. Это пластика. Но пластика, смотри, знаете, какая она? Матового цвета. Матового. Естественно, подпись. Ну, естественно. Подпись Японии здесь идёт. Японский. Японские украшения. Japan. Видите, как вот в этом цепочка должна крючочек. Либо там крючочек нам нужно поменять в другом украшении. Но зажим должен быть такой, чтобы жемчужинка держала. А в том украшении у нас в детском и в детском, там оно не держится. То есть вот так вот и оно делается. И опять-таки сколько у нас тут? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть подвесочек. Одно украшение. Второе украшение просто. Просто. Опять-таки искусственный жемчуг. Вот с такой... С класспой. Даже я не знаю, насколько он... Может быть, даже знаете Fresh Cultured Pearls. Возможно, Карл Калджи. Потому что по весу чувствуется, что это не пластика и не стекло. Где-то у нас там было с вами стекло. Вот здесь вот, да. Вот здесь, мне кажется, стекло. Да, как бы по звону. По звону можно определить. А здесь нет. А здесь не кажется. И у нас перевязочка с вами стоит. Перевязочка стоит. Не знаю. Вот такая вот. Очень быстрая сейчас жемчужина украшения. Правда, я еще раз вам напоминаю, что сейчас мода на жемчуг. И следующая тоже, опять-таки, японская. И матовая. Финшит матовая. И разные, опять-таки, разные. Что разные размеры. Искусственного пластика и жемчуга. Даже по звону. Не по звону, а по звуку. Они могут отличаться. И если я вот этот возьму. Звончий музыка. А здесь вот так вот они. Опять-таки, у меня в планах найти класс, чтобы уж прям точно отличать жемчуга от жемчугов. Следующая, буквально два этим осталось. Вот такая вот балерина у нас с вами с изумрудом. Изумрудными кристаллами. Просто изумрудные кристаллы балеринка. И она подписана Геррис. Геррис не такой уж прям и... Ну, у него много таких планов украшений. 10-15 долларов. Даже за 9 долларов можно ее быстренько отдать. Даже, как я говорю, даже если все выставить быстро до продажи по 10 долларов. Но я свои 56 долларов отбила. И вот такие вот последние сережечки. Опять-таки, флюр-де-лис показываем вот здесь. Вот сейчас мы попробуем сфокусироваться, если у нас не отключится. Вот флюр-де-лис, искусственный жемчуг, очень легкие, неподписанные. Клипсочки. Вот такой вот у меня лот появился. Думала, я будет что-то такое большое, интересное. Но ничего страшного. Ко мне еще следующий лот едет на следующей неделе. Так что посмотрим, что приедет на следующей неделе. А теперь мне надо быстренько все перефотографировать, заснять и начинать выставлять. Ну, опять-таки, давайте быстро пробежимся с Аарой Кавентри. Вот такой хороший, вкусный браслет. Вот это попробую проверить на наличие 14-каратного золота. Уж больно здесь, вот мне кажется. Кажется, что-то такое. Ну, большая модернистская брошка. Тоже может весомость иметь в этом лоте жемчужные украшения. Да, я прям сейчас сразу смотрю, на чем я могу быстро-быстро сделать. Ну, маленькие крабики. Чайка тоже, скорее всего, хорошо пойдет. Ну, вот такой вот получился у нас с вами лот. Итак, благодарю вас за внимание. И до следующей распаковки. Винтажные украшения с маргаритой. Всем всего наилучшего.